Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Цитирую даже. Смысл смотреть теперь твой канал, если ты так играешь, поставил лис у ворот, сам бегаешь по флангу, ты нападающий и игроки должны тебе передачи отдавать, а ты где-то бегаешь в центре поля. Окей, я вас услышал, но более уважительно нужно относиться в любом случае. Хоть я тебя и лично не знаю, но все равно как-то свой гонор нужно тоже утихомирить. Комментарий еще один был насчет моих тренировок. Мне сказали, что нужно убрать абсолютно всю защиту, пасы и дриблинг поставить на двоечку, а все остальное вложить в скорость и выносливость, а навыки пока не трогать слишком рано. Так вот, кому-то, ну вот, вот этому про который гонор, я говорил, еще не понравилось, что я сложность убрал, все, я вернул на профессионала. Вот, на профессионале я играю чаще всего именно командами. Например, вот, карьера за «Зенит» на канале есть у нас, я там тоже играю на профессионале. Чисто так для себя еще сижу, тренируюсь иногда в отдельной карьерке. Вот, поэтому посмотрим, как у нас сегодня получится выпуск. Сегодня у нас два месяца, это октябрь и ноябрь. Вот так вот сегодня мы проведем эти матчи. Ну что же, давайте посмотрим на наших будущих соперников. Сейчас мы начнем против «Зенита», дальше у нас в конце октября матч со «Спартаком», потом «ЦСКА», потом «Ростов», потом «Рубин» и потом «Краснодар». Ну и здесь уже все. Там уже сейчас начнется объявление лучших игроков года, все такое. Окей, ожидают, что Хорик будет включен в резерв в сегодняшнем матче. Так, значит я пропускаю, да, «Зенита»? Ну, заслужено. А или что? Лан игры. Я на скамейке, ребята, дидюн. С первых минут выйдет, так что посмотрим, как сейчас мы отыграем. Ладно, посмотрим тогда. Первый тайм, не знаю, может быть меня вообще не выпустят, кто знает. Посмотрим. Но все-таки вот это тоже прикольная фишечка в проэволюшении, что меня могут иногда выпускать со скамейки запасных, чтобы я вмешивался в саму игру. Такое было, кстати, FIFA в карьере за «Хантера». История, когда была, в 17-м против FIFA, там же он тоже сначала дебютировал, именно выйдя на замену. Вот, «Газпром-арена», замечательный стадион. Мы играем против просто невероятной команды. Последние два года, да даже три, можно сказать, сейчас они тоже очень хорошо играют. Правда, вот последний матч, у меня он был вчера, не знаю, когда я выложу этот ролик. Мартусевич подает. И это гол, отлично! Забивает у нас Малыхи. Поздравляем с первым забитым мячом. Супер! Я увидел, что Азмун вышел вместо Дриуси, но это гол. Ну, это понятно, это, естественно, подача. Это дзюба, это 1-1, 52-я минута. Дзюба сравнивает счет. 60-я минута матча. И меня выпускают, отлично! Меня выпускают на 30 минут. Ну что же, я понял, 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 буду теперь к вам прислушиваться. Буду прямо в нападении тусоваться. Так, отлично, у меня получилось. Сейчас. На перехвате на таком сыграть. И все, друзья, ничья 1-1. Ну, неплохо, хотя бы мы вели по ходу матча. Это Зениту подходило отыгрываться. Я сейчас делаю все, как вы сказали. Напишите в комментариях, что вы думаете о том, стоит ли поменять сложность. Потому что, ну, не моет еще уровень за игрока играть на профессионале. Может быть, все-таки обычного игрока сначала попробовать. А потом уже, если прям пойдут у меня результаты, я бы поменял. Но в комментариях такое не приняли. Ладно, значит, буду на профессионале играть. 6 матчей я уже отыграл. Ни одного гола, ни одной голевой передачи. Оценка 6-1 средняя у меня. Ну и вот, спустя 2 недели, после матча с Зенитом, у нас игра со Спартаком. Вы начнете, да, я начну, получается, со старта. Вот стартовая у нас игра, домашняя. Причем, мы сейчас идем на 8-й строчке. Спартак на 6-й. Если мы сейчас обыгрываем Спартак, мы обвиняем их по таблице. Вот он состав, будем играть. Так, я вот здесь заметил, кстати. Надо выйти. И... Так, где это вообще вот можно изменить? Система вроде, да, основные параметры. Нет, параметры внешнего вида, наверное, здесь. Имя игрока, да. И мне надо вот после точки сделать пробел. Потому что я смотрю, там у многих игроков, ну вот после точки идет пробел. А у меня прям так слитно прям идет. Поэтому вот так вот, да, все. Да, теперь я вот с точечкой, ну после точки у меня пробел. Вот так посимпатичнее уже выглядит. Химки против Спартака. Поехали. Химки, Спартак. Интересный, конечно, сегодня ожидает матч. Борьба уж точно за 3 очка у нас будет. Идем вместе где-то так в серединке. Ну и нужно нам обыгрывать сегодня Спартак. И повыше подниматься в турнирной таблице. И, ну неплохо же. Я просто, я уже не знал, что делать, поэтому просто отдавал передачу, навешивал. Так, а вот и неплохо. Развернул. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну куда, куда? Это Бакаев вроде, да? Полетел сейчас. Дорогой. Ну это, кстати, сейчас опасный будет штрафной. Здесь я Кутепова прошел. Здесь уже Бакаев мне просто сзади в ногу врезается. И вот получаю я передачу сейчас. Ну опять вот. Так, спокойно. Ну. И не забивает. Что мне сейчас еще остается делать, друзья? Ну. Я просто уже даже чисто вот сейчас вот из-за экрана мог я, конечно, по радару смотреть. Но отдавал прям передачу в центр. И меня меняют. Меня меняют. 73-я минута. И все, друзья. Ничья 0-0 против Спартака. Два момента мы классных создали. Но не реализованы эти моменты от наших партнеров. Ну вот так вот. Вот эти два удара. Но 0 в створ. Все эти два удара. Ну там вроде даже тот в штангу попал, поэтому штанга это вроде даже не створ. Химки на восьмой строчке. Спартак, наоборот, поднимается из-за этой ничьей. Вот. 71 у меня, кстати, стал рейтинг. Был 69 вроде. Я не понял даже из-за чего он у меня поднялся. Но поднялся. Ладно. Ну вот уже 71 рейтинга мы сейчас играем. Так. Меня не вызвали, да, в сборную. Это понятно. Не знаю, зачем именно обязательно сейчас останавливаться было. Так было понятно, что меня не вызовут. Ну что же, очередная игра у нас. И снова очень серьезный соперник. У нас три матча подряд. Зенит, Спартак, ЦСКА. Вот. Ну с ЦСКА-то мы уже играли. Так, я на скамейке запасных. Но, может быть, постараются. С ЦСКА мы играли. Мы проиграли им в Кубке России. По пенальти лишь только. Ну, снова Дидюн на поле. Посмотрим, как они себя покажут. Поехали. Ну что же, в центре поля у нас игроки ЦСКА. Мы начинаем очередной матч чемпионата России. ЦСКА против Химки. Мы находимся с вами сейчас на скамейке запасных. И меня выпускают сразу же с первых минут второго тайма. Посмотрим. Ну и все. Ну бей. Бей, мой дорогой. И это гол. Забивает полярус. Отлично. Предголевой пас, можно сказать, я сейчас отдал. Выиграл вот это верховое единоборство. И все. Очень хорошо мы сейчас развили эту атаку. И впервые я на поле, когда Химки забивают. Впервые. Контратов здесь нарадуется. Отлично. Мы снова выходим вперед на выезде против серьезного соперника в этом выпуске. Против Зенита также было. Вот. Я выиграл единоборство. Здесь хорошая на него еще и сказная передача. Здесь не успели просто игроки. Ну и все. В дальний угол. И это 1-0. И вот отличная передача. Ну снова Магнуссан, блин, первый на мяче. Все, друзья. Наша первая победа на выезде. Я был на поле, когда забивали этот гол. Я дал предголевой пас. И отлично, наконец-то. Первая победа. Именно у меня. Потому что была уже победа. Там 4-1 или 4-2. Мы вроде обыграли дома Арсенал Тульский. А здесь мы единственным вот этим ударом в створ обыграли ЦСКА. Моя оценка за сегодняшний матч 6-5. Кстати, больше ему дедюна. И это отлично. Всех поздравляю, друзья, с победой. ЦСКА тем более лидер. Были турнирные таблицы. Мы поднялись с 8-ой строчки на 6-ую. Семьдесят один. Все рейтинг у меня так же и остается. Ну и вот. Спустя неделю у нас игра против Ростова. Прочитаем сообщение. С учетом вашего состояния, бригада медиков пока не разрешает вам играть в внешнем матче. Опа, у меня что, травма? У меня ушиб. Какой-то. Что у меня за ушиб? Когда я его получил? Во-первых, я надеюсь, что вы смогли оправиться от первого шока после полученной травмы. Пока сосредоточусь на выздоровлении. Я вообще без понятия, когда я получил эту травму. Ладно. Мы выиграли Ростов. 4-2 дома. Молодцы, ребята. Мы поднимаемся с 6-ой на 5-ую строчку. Оценка рейтинга. Вообще бы никак не изменился. Ну и теперь вот у нас игра против Рубина сейчас на выезде. Не знаю, буду ли я играть вообще. Да, я в старте. У меня хорошие новости от медицинского персонала при результате ваших обследований, согласно которым вы полностью восстановились. Но неплохо. И да, мы в старте играем против Рубина на выезде. Дюпин, кстати, на воротах. Тоже мой земляк. Ну, посмотрим, как мы против них сыграем. Итак, Рубин против Химок. Интересный матч. Рубин очень интересная команда после того, как в нее пришел Леонид Викторович Слуцкий. Поэтому мы посмотрим, как мы сегодня отыграем. Формы немножко сливаются. Как раз с зеленым очень близким вот сюда. Но по шортам будем немного отличать. И, наверное, когда на солнце вот выйдем, на солнечную сторону поля, тогда будет там действительно сливаться. Так, я выиграл. Выиграл вверх. Ну, и отлично. И, и, и это наш первый гол, друзья. Первый гол мы забиваем. Отлично. Мы забиваем первый гол. Мы забиваем, друзья, первый гол с вами на выезде. Первый гол за Химки. И первый гол, друзья. Это отлично. Как же сейчас классно все это было. Все, кому-то там привет передаю я на трибуне. Наверное, семье, которая пришла поддержать. Ну, вряд ли. Это все-таки же выездной матч. Хотя все возможно. Очень хорошо мы здесь прям вышли. Очень было близко к тому, что можно и промахнуться. Рядом со штангой мяч бы прошел. Вот. Но здесь очень хорошо запрессинговал. Ну, и Дюпин пропускает от меня первый мой гол в карьере. Супер. Ну, это штрафной. Это снова штрафной. Яхтер, сейчас навешиваете. И снова устное предупреждение. Кто опять? Это не снова Лизотов? Вот отсюда видно будет. Нет, это не Лизотов. Это Меркулов. Меркулов на нас сфалил. И над дальней штангой у нас пролетает мяч. Счет у нас все так же. Пока что. 1-0. Ну, выше-выше, конечно, ворот. И все. 1-0. Победа у нас, друзья. Очередная. Это наша вторая победа на поле, можно так сказать. И побеждаем мы благодаря нашему единственному забитому мячу сегодня. На 49-й минуте. В начале второго тайма. Я забил. Супер, друзья. Все-таки ваши советы где-то тоже помогли. Хоть иногда и в некорректной форме они были. Но все равно я лучший игрок матча. 7-5 у меня оценка была. И после 10-го тура мы находимся на четвертой строчке. Мы обогнали ЦСКА. 18 очков. У нас 2 очка до Спартака и до Зенита. Ну и вот такие пока что результаты. 9 матчей. 1 гол. 6-2 у меня оценка. Итак, мы в старте. На матч с Краснодаром. Будет он у нас дома. И это последний у нас матч на сегодняшний выпуск. Быстро на самом деле матчи в Prevolution идут. Химки-Карсандар. Поехали. Итак, мы на домашнем стадионе. Химки. При мне мы дважды выигрывали на поле. Но ни разу не выигрывали при домашних болельщиках. Я забил 1 гол на выезде. Теперь мне очень охота при домашних трибунах тоже забить гол. Будем надеяться, что скоро у нас тоже получится. Матч Химки-Карсандар. Поехали. И все-таки мы пропускаем. 1-0. Краснодар выходит вперед на выезде. Забивает Кристиан Рамирес. Хороший розыгрыш с углового был у них. Ну и наш голкипер не смог отбить этот удар. И. Нет, ну потащил. А, вот это Сафонов, наверное, да? Городов даже. Тоже, видите, Городов мой земляк. Сейчас мог двим голкипером забить. Но это просто вот. Ну что это был за удар, а? Городов потащил. Ну и все. После этого момента меня, естественно, заменили. Здесь там 13 минут будет играть сейчас Дидюн. Но я просто не реализовал свой действительно вот сейчас момент. Очень хороший получился. И все, друзья. Наше первое поражение. Именно по ходу основного времени. ЦСКА нам нанесли в кубке по серии пенальти. А вот Краснодар в чемпионате. Ну что же, могли мы, конечно, сравнивать в этом матче счет. Но вот этот вот момент мы запороли. И наспуск него заменили. Но оценка 6-0 за матч у нас. И мы спустились аж на пятую строчку. Ну что же, Лионель Месси становится лучшим футболистом мира. Получает золотой мяч. Ну, все как всегда, в общем. Переводим время. И на этом мы заканчиваем с вами выпуск. Первый гол у нас получилось забить за второй выпуск. Ну, вот так вот интересно у нас складывается карьера. Так, я еще на скамейке начну. Ну ладно. Ну что же. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Сразу бы вам хотел сказать. Давайте напишем в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я ушел из Химок в зимнее трансферное окно? Просто подать кому-нибудь предложение из чемпионата России, к примеру. Может быть, в Краснодар. Может быть, в Локомотив. Я не знаю, там в Зените. Вряд ли у меня конкуренцию получится в игре. Там Дюба Азмун. А вот в Локомотиве. Там сейчас Смолов усталый. Постоянно в возрасте уже. Эдер тоже. Вот в Краснодаре тоже Берг, Ари. Они тоже возрастные игроки. Тоже надо как-то им улучшать эту линию нападения. Поэтому напишите. Я бы пока, чтобы в Краснодар бы хотел подать предложение. Хоть они даже сейчас находятся ниже, чем мы. Но все-таки я бы подал бы. Трансфер, именно заявку в свое резюме отправил бы в Краснодар. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Либо нам все-таки стоит полностью-то играть весь сезон в Химках. Меня устраивает на самом деле. Но просто смена команды, может быть, мне пойдет немного на пользу. Не знаю. Все будет зависеть тоже от вас. Напишите в комментариях. Обязательно все прочту. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. Стримы, которые у нас теперь выходят по воскресеньям. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok